Метод бисекции или метод деления отрезка пополам. Простейший численный метод для решения нелинейных уравнений вида f равно 0. Предполагается только непрерывность функции f поиска основывается на теореме о промежуточных значениях. Псевдокод пусть ксен, начало отрезка пх, кск, конец отрезка пх, кси, середина отрезка пх и пси, требуемая точность вычислений по игрок. Тогда алгоритм метода бисекции можно записать в псевдокоде следующим образом. Начало, вот ксен, кск, и пси, если f равно 0, то вывод, если f равно 0, то вывод, d равно кск, ксен, пока b а и кт и пси повторять, d равно d, 2, пси, равно ксен плюс d, если сайн, сайн, то кск, равно кси, иначе ксен, равно кси, конец повторять, вывод, конец, поиск значения корня монотонной дискретной функции. Поиск наиболее приближенного к корню значения в монотонной дискретной функции, заданной табличной записанной в массиве, заключается в разбиении массива пополам в выборе из двух новых частей той части, в которой значения элементов массива меняют знак путем сравнения знаков срединного элемента массива со знаком граничного значения и повторений. Алгоритма для половины, в которой значения элементов массива меняют знак, пусть переменные левые границы и правые границы содержат, соответственно, левую левгран и правую правгран границы массива, в которой находится приближение к корню. Исследование начинается с разбиения массива пополам путем нахождения номера среднего элемента массива середина. Если знаки значений массива массив и массив противоположны, то приближение к корню ищут в левой половине массива, то есть значением правая граница становится середина и на следующей итерации исследуется только левая половина массива. Если знаки значений массива массив одинаковы, то осуществляется переход к поиску приближения к корню в правой половине массива, то есть значением переменной левая граница становится середина и на следующей итерации исследуется только правая половина массива. Т.А. В результате каждой проверки область поиска сужается вдвое. Например, если длина массива равна 1023, то после первого сравнения область сужается до 511 элементов, а после второго – до 255. Т.А. Для поиска приближения к корню в массиве из 1023 элементов достаточно 10 проходов. Псевдокод.